Всё, Лен, мы с тобой в эфире. Привет, дорогая. Привет, привет. Я не знаю, что я тебя представлю. Ребята, кто будет смотреть это видео в записи, обратите внимание на Елену Билан. Это мой партнёр. Не в первой линии Елену у меня в глубине, получается. Но я очень ценю людей, которые с яркой жизненной позицией, которые рвут просто в цели. И меня это вдохновляет. Поэтому я работаю со всей глубиной, со всеми общаюсь, дружу и презентую особенных людей, на мой взгляд, с которыми я уверена, что многим людям будет по пути. Лен, расскажи немножко про себя. Просто в своей истории есть такое понятие «точка А». То есть с чем ты пришла в команду, то есть кем работаешь, семейное положение, был ли опыт в сетевом. Это очень важные моменты. Потому что знаете, почему? Вот все говорят, а они приходят уже с опытом, с командами из других компаний и быстро растут. Вот расскажи, как у тебя, какая ситуация? Так, ну что, расскажу немножко про себя. Меня зовут Елена Билан. Я с небольшого города, Краснодарского края, город Абширонск. Сетевой я немного знала. Я работала в сетевом «Верифлейм» тоже много лет. Лет 15, наверное. Чисто такой большой команды у меня не было. У меня были такие небольшие заказики, небольшая моя команда, с кем мы работали. А уровень был у тебя какой-то максимальный «Верифлейм»? До какого доходило? По-моему, я доходила до 18%. О, слушай, это большой результат. Я не знала. Да? Да. Ну, потихонечку выходила, но это тоже когда вот это все поначалу было. Потом у меня ребенок родился, мне стало не до этого. И все как-то ушло, ушло, ушло на второй план это все. Это давно было? Потому что у тебя дети больше? А, это давно было. Давно это уже было. Это был 2008 год это был. Давно было. Поэтому «Верифлейм» я бросила только вот буквально в том году. А в том году я заказывала так кое-что для себя. То водичку туалетную, то гей для душа. Так, вообще по минимуму, по минимуму. Вот. Заказывали только уже практически для себя. Вот. Потом у меня родился второй ребенок. Второму ребенку мне уже 5 лет. И когда я родила второго ребенка, оно у меня безумно сильно болело. Особенно в тот момент, когда мы пошли в детский сад. И это был, конечно, просто для меня такой стресс, что первый ребенок у меня вообще не болел. За год мог один-два раза переболеть. А это болело каждый месяц стабильно. Мы 2-3 дня в сад ходим, 3 недели дома. И вот так из месяца в месяц происходило, пока мы несколько раз не побывали в больнице. И что нам только не делали. Вот. Потом я вспомнила, что меня мой наставник Наташа Бастоногова приглашала в свою команду. Я побыла у нее в команде в тот момент, когда мы были как раз в больнице. Но куча сообщений, телефон дзынь-дзынь. Тут у меня с ребенком. В общем, я вышла. Мне, правда, было не до этого. У меня упор был, конечно. Это был тоже Арифейн? Нет, это был уже Сибирское здоровье. А Сибирское. И ты вышла? Я вышла, потому что я поняла, что мне это вообще не надо. Мне сейчас вот моя вот проблема лежит, которую мне надо поднять на ноги, вылечить ее. В общем, мы вышли с больницы, приехали домой. Немножко ребенок у меня оклемался. Потом я вспомнила, что Наташа меня добавляла в группу. Я ей звоню, говорю, Наташ, привет. Так и так, говорю. Вот, ну, извини, говорю, я вышла из твоей группы, говорю, ты мне хоть расскажи, говорю, что да как есть, ну, что за компания, что за продукция, потому что я вообще про нее ничего не знала, про эту компанию. Она рассказала. Говорю, хорошо, говорю, давай я попробую. Кое-что заказала я дрожжи шоколадные. Вита, мама заказала. Кое-как она мне с Хадыжинска передала. Это недели две еще, по-моему, прошло. Кое-как мы забрали свой заказ, начали его кушать, да. Я смотрю, ну, ребенок у меня такой, это сама, не знаю, прям гиперактивный стал. Хотя мы ели только вот эти дрожжи. Я думаю, я попробую, ну, тоже начала их кушать. Блин, мне понравились. Я говорю, Наташа, говорю, может, что-то еще, говорю, ты мне посоветуешь? Она говорит, возьми вот этот детский омега-сироп для иммунитета. Говорит, начните укреплять иммунитет, потому что я ей рассказала ситуацию, что мы были в больнице, нам наш иммунитет посадили совсем полностью, потому что нас антибиотиками пичкали прям с утра до ночи. Ого. И я выписала все, что она мне сказала. У меня получился большой заказ достаточно. Я и себе заказала, и ей. В общем, я сделала 200 баллов. А ты зарегистрировалась, да? Да, да. Она говорит, зарегистрируйся, сделай большой заказ, говорит, тебе еще кэшбэк вернется. Я думаю, ну, классно. Говорю, давай. Говорю, почему я должна кому-то давать этот кэшбэк, если я могу себе его забрать. В общем, я зарегистрировалась, получила еще кэшбэк. И думаю, ой, как классно. Наташа же у меня добавила свою группу. Я начала смотреть, как она ведет свой чат, то розыгрыши какие-то, то куча информации достаточно такой интересной. И прошло, наверное, две недели. Мы пришли с семьей с дня рождения. Я лежу уже вечером, где-то около 11 вечера. Лежу, и у меня дынс в голову. А я хочу тоже так работать. Я хочу, как Наташа, завести свой чат, пригласить туда людей. Хочу я работать. Потому что мне понравилось. У меня прям я загорелась этим. Ну, думаю, ладно, я попробую. Взяла телефон ночью. Создала свою страничку. Добавила, прям добавила туда людей, кого я посчитала нужным. И утром люди, когда проснулись, они были уже все в моей группе. И вот так я начала потихоньку работать. То есть у меня не было контактов с Арифлеймом. Не было контактов. Вообще ни одного не было. Это все мои люди, с которыми я вот ежедневно, каждый день общаюсь. Слушай, Лена, насколько я помню, что у тебя какой-то был прям квантовый скачок. То есть ты пришла, и бамс, и звезда. Я такая, Наташа, это кто? То есть я помню, да, она мне, сделай мне слайд. А я же тебя не знаю. Я так раз картинку думаю, какая симпатичная девчонка. Это а кто? Да она, да вот так. И она мне, в принципе, вот это немножко рассказывала, что ты там вышла из чата, потом что-то загорелась. Загорелась. Я думаю, ну это же надо, как бывает. Вообще. Вот сейчас первый раз слышу твою историю. Так интересно. И скажи, вот как быстро у тебя пошел рост? Вот первый месяц 200 баллов, да? А потом? Во второй месяц я вроде бы вышла на тысячу, да. Второй и третий месяц я вышла на тысячу баллов. Подожди. Тысяча – это сколько доход у тебя был? По-моему, тринадцать. Первый месяц, по-моему, тринадцать был, а второй чуть побольше был. Около пятнадцать или шестнадцать был. То есть тебе понравилась эта ситуация? Конечно. Вообще, да? А в третий, получается, четвертый и пятый месяц я закрыла квалификацию 2500. И сейчас пока у меня ранг 2500. 2500? Вот эти люди нас слушают, они же не понимают, да? Давай я немножко разъясню. Тысяча баллов – это сорок тысяч товарооборот. Ты его сделала сама или ты уже регистрировала людей, карты клиента? Регистрировала, да. Конечно, я регистрировала людей. У меня появился свой чат. Я скидывала информацию в свою группу. Люди, то есть читали, да? По возможности я прям рассказывала, делала кружочки, выходила с ними в эфир, разговаривала. Вот. И они, то есть кто-то знал уже эту продукцию, для кого-то это новая продукция была. Вот. И люди, да, просили зарегистрироваться. Я им объясняла преимущества компании. Они получали назад свой кэшбэк, и вот они до сих пор все со мной, по сей день. Круто. Две пятьсот – это уже серьезная квалификация. Это ранг, на котором уже премии, сертификаты. Ты же по быстрому старту, получается, пошла. То есть у тебя, получается, сертификат на, по-моему, пятнадцать тысяч, да, по быстрому старту. На десять. А, на десять тысяч сертификат. Вот. И сколько доход у тебя на квалификации? Две пятьсот – это сто тысяч товарооборот групповой. У меня больше получился, у меня где-то сто двадцать шесть, по-моему, получился. Ага. А доход твой сколько был в первые месяцы? Первый месяц на две пятьсот? Да. Двадцать шесть или двадцать восемь тысяч получился у меня. Даже не помнишь. Даже не помнишь, потому что это куча эмоций. Где-то двадцать шесть, двадцать восемь тысяч. Но в том месяце, в декабрь и ноябрь, я делала еще программу. Программу делала. Забыла, как она называется. А, по сертификату ты пошла. На новогодний рейс. Новогодний рейс делала, да. Там были условия сделать новичков за ноябрь и за декабрь. И мне компания еще подарила сертификат на двадцать тысяч. И то есть я четко знаю, что в декабре у меня моя зарплата получилась пятьдесят восемь тысяч. Все вместе. Обалдеть. При товарах чуть больше ста тысяч. Почему я вас спрашиваю? Потому что нас будут смотреть люди из других сетевых компаний. Я хочу понять вообще, насколько тебе было легко. Насколько ты сама понимаешь вот этот щедрый маркетинг. Насколько он действительно щедрый или повезло. И знаешь мне, что важно? Какими ты трудностями столкнулась на пути? Компания очень щедра, мне очень нравится. Хороший кэшбэк компания возвращает, да. Каждую неделю компания молодец, делает еженедельные акции, да. Которые, ну, я довольна компанией, я довольна продукцией. Что действительно продукция настолько классная, настолько действительно помогает. Я своего ребенка, вот на моем примере, я своего ребенка вытащила с этой ямы, которая у меня болела. Просто каждый месяц для меня это тяжко. Я понимала, ну, мне это понятно тяжело, но мне жалко было своего ребенка, что она свой иммунитет просто убивала в ноль. Благодаря нашей продукции у меня ребенок, я в компании не так долго, я в компании 7 месяцев нахожусь. И у меня ребенок за эти 7 месяцев болел 2 раза. Слегка. Круто. Вот спасибо за это, да. Это компании спасибо, потому что я до этого, у меня аж мурашки по коже. Потому что я брала ребенку, ну, аптека, да. Что еще? Аптека, аптечные средства брала для иммунитета, для поднятия иммунитета. Потому что после больницы, да, вот каждый месяц она меня болеет. Я не могла ей поднять иммунитет. Я понимала, что чем больше я беру в аптеке, тем меньше нам это все помогает. Поэтому я безумно довольна нашей продукцией, что она действительно такая классная, настолько она помогает. У меня прям, я не знаю, хочется всему миру говорить, что настолько классная компания, блин, даже вот никто не представляет. Ну, я понимаю, что многие еще об этом не знают, еще многие не догадываются. Я когда-то давно слышала про нашу компанию. Я думала, что это компания для бабушек, где они сидят, пьют чаечек, там что-то мажут они. Вот, ну, это далеко не так. Просто мне на тот момент это все не надо было. Мне надо было вот именно сейчас это все. И я вообще безумно рада, благодарна компании за, вообще, за эту шикарную продукцию. Вот, столкнулась я с проблемой такой, что вот такие моменты были, когда, да, действительно, люди заходили в чат, они молчали, кто-то выходил, кто-то новенькие добавляются. Но это такие рабочие моменты, которые, ну, действительно, это не без этого. Но, тем не менее, людям продукция нравится. Это я знаю точно, потому что они пишут свои отзывы у меня в группе, пишут мне лично отзывы. Но есть такие отзывы, которые они, ну, стесняются, да, написать в группу, то есть такого интимного характера. Вот, поэтому я когда читаю или слушаю эти отзывы, когда мне люди пишут, у меня аж слезы текут, потому что я знаю, что наша продукция настолько людям помогает, что, ну, если правильно всё порекомендовать, что у кого-то волосы прям начали хорошо расти, у кого-то там залысины были, начался пушок, у кого-то реснички начали четвёртый ряд. Да ты что? Потому что я этого не знала. Чем ты хвоешь? Розовым кубом нашим, нашим розовым кубом кто-то 2-3 курса пропивает. И я на реснички наращивать не хожу, у меня свои ресницы, поэтому я розовый куб тоже пью, ну, для волос, для ногтей, там вообще, в принципе, 18 витамин для организма, это классно. Но у меня ресницы достаточно свои хорошие, а те девочки, которые у меня ходят наращивать ресницы, ну, я так понимаю, что у них там маленькие-маленькие реснички свои, ихний мастер говорит, что третий-четвёртый ряд выползают реснички. У меня вот такие глаза были, я в шоке была, действительно. Поэтому что наша продукция, ещё раз, самая классная и клёвая. Супер. Скажи, а хочешь ли ты какие-то, может, рекомендации дать тем, кто только присоединился или думает присоединиться или нет к этой компании? И к твоей команде, возможно? Конечно, я хочу. Приходите ко мне, в мою команду, обязательно приходите. Много всего интересного. Не бойтесь пробовать что-то новое. Кто-то был в Арифлейме, там, Амвэй, Эйвен. Это вообще далеко не то. Здесь гораздо всё проще. Плюс ещё, что продукция классная, она действительно помогает, эта продукция. Всё расскажу вам, всё покажу, всё, что сама знаю, порекомендую. Также у нас есть ещё врачи-эксперты, которые можно сделать им запрос. Они дадут программу по рекомендации, по лечению. Это вообще настолько здорово. Не знаю, я такое вообще-то уже первый раз слышала. Как, что в компании есть свои врачи-эксперты. Это вообще клёво. Знаешь, какой вопрос в основном люди задают, особенно у кого опыт уже был в сетевом? У них всегда основной вопрос. А есть ли система обучения? А меня точно научат? Потому что многие, по крайней мере, как мы делали в Арифлейме, мы говорили, у нас крутая система, приходи. И в каждой команде было всё одинаково. Приходили, делай 15 страничек, вот те шаблоны, иди рассылку делай. И люди такие в шоке. А где система? А это и есть система. А ты что хотел? То есть какая здесь вот у тебя система работы, и берёшь всё-таки инструменты, которые есть в команде включателя? Да, безусловно, есть, конечно, здесь рабочие инструменты, в которых человек, если новенький приходит, мы его добавляем в реалити-практикум, где он учится этому всему. Обучение проходит трёхдневное. Вот это тоже настолько... То есть ты не сам рассказываешь, да, человеку, а есть отдельный сайт, отдельная страничка, да, где человек этому всему учится. Это тоже очень такой от компании шикарный прогресс, можно так сказать. То есть ты системой довольна? Да, я системой довольна. И те, кто у меня... Набираю я людей в свою первую линию, кто хочет работать. Конечно, первое, что мы отправляем, это на обучение. Это в первую очередь. Это основа. Если человек сразу закладывает правильное действие, у него есть инструмент, куда он позовёт человека, да, даже вот клиентский чат. Ты знаешь, я ведь вела клиентский чат тоже раньше, но он у меня не работал. Девчонки приходят, говорят, ой, я не хочу методом клиентский чат работать, потому что он у меня не работал никогда. А я говорю, ты иди вот тут попробуй, посмотри, как технология даётся, насколько крутая вообще подача, во-первых, всё по полочкам раскладывается, и прям сделай шаг, сделай второй, сделай третий. То есть всё, когда человек проходит по системе и запускает клиентский чат, то заказы есть у всех. Вот редко, когда у человека нет заказов, но это же тоже зависит от каких-то там, ну, личных, да, качеств, во-первых. Во-вторых, каких людей ты позвал? А может быть, они и не открывают, а пришли просто там, ну, чтобы ты от меня отстала. Вот есть же такие люди. Я просто зашла, чтобы ты от меня отстала. То есть ценности продукции не доносят и не стараются. А вот кто включается? Как ты? Я, знаешь, я помню, я в твой чат зашла, а когда заходишь в чат, то потом в галерее всё сохраняется. И как в галерее открываю, опять Ленка, опять Ленка, да что ты, у неё одни ролики, ролики, ролики. Ну, это пушка просто! Как она всё успевает? Всё тексты. Я понимаю, что у тебя чат кипит в жизни, поэтому у тебя такой рост пошёл, ты понимаешь, да? То есть везде, где есть жизнь, там есть рост. Здесь включённость, вот твои горящие глаза, да как ты вот о продукции вот это вот говоришь. Это же хочется побежать всё покупать. Лен, ты огромная молодец. Скажи, какие у тебя планы на 24-й год? Если ты, ну, прям смотришь вперёд на 24-й, или вообще ближайшие планы с этой компанией? Ну, самый ближайший план – это в феврале я хочу сделать ранг 5000. Это вот прям ближайший. А зачем? Ну, для себя я хочу расти. Я не хочу сидеть на месте. Я хочу каждые хотя бы 2-3 месяца открывать новые ранги. Хочу получить от компании автобонус. Это моя цель, автобонус. Я хочу поездки. Это тоже я хочу. Это обязательно. Ну, я так, посмотри, я так понимаю, что вот ты стремишься делать BT 5000, это товарооборот уже 200 тысяч командный получается. А ты хочешь участвовать в программе путешествий, которую компания будет анонсировать в феврале. И она будет как раз доступна только с ранга BT 5000. Правильно я понимаю тебя? Конечно. Ну, тогда до встречи. У нас будет 2 поездки. Одна в Сербию. Это будет день рождения компании осенью в сентябре. И одна поездка будет в Узбекистан на производство, в Ферганскую долину. Да, это будет Ташкент, Ферганская долина, где сады компании. Там уже более 1000 гектар земли принадлежат компании Siberian Wellness. Более 400 уже засажены и дают урожай. И я лично была там весной в прошлом году, 23-го, и срывала персики прям с дерева и даже привезла их в Саратов. Классная цель. Лен, знаешь, если честно, я вижу в тебе очень сильного лидера, энергетически заряженный человек, позитивный. Ты творческая. Ты всё время ищешь пути и варианты, как выйти из ситуации. Я знаю, что ты очень лёгкая на подъём. И с тобой люди очень приятно. Да, я вижу, как ты в команде там орудуешь, вот это всё у вас шорох стоит, как вы всегда там включаются. Людям интересно, всем нравится. Поэтому я тебе... Я не просто желаю, я уверена, что у тебя всё получится. Да, получится обязательно. А главное, что у тебя есть поддержка семьи, классные результаты в семье, что и муж на твоей стороне. Самое главное – соблюдать баланс. Вот я тебе, да, как женщина женщине, хочу сказать, важно соблюдать баланс, когда ты и в семье, и дома, и в бизнесе, и на работе. У тебя же ещё работа? Да, да. Ты, кстати, не сказала, да, что ты ещё и работа? Да, я ещё забыла рассказать. Когда ты всё успеваешь, это же тоже... Я сама не знаю. Я сама не знаю, когда это всё успеваю. Но как-то пытаюсь урывками везде-везде-везде, потому что мне это действительно очень нравится. Я кайфую от этой работы, чем я занимаюсь. Я просто, не знаю, наслаждение получаю. Когда приходишь, ты включаешь телефон и начинаешь работать по этому телефону. Ты прям, не знаю, я прям загораюсь, прям моментально. Мне это очень нравится. Супер, спасибо тебе огромное. Хочешь ещё что-то добавить? Ой, ну не знаю. Не бойтесь, те, кто будет смотреть, слушать, не бойтесь, приходите в нашу команду, приходите в Сибирское здоровье. Это действительно классная, крутая компания. Вы ни капли не пожалеете об этом. Мы вас ждём. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Очень, знаешь, такое энергичное интервью. До новых встреч. Я тебя обязательно приглашу. Через несколько месяцев мы сравним, какая у тебя сейчас ситуация была и какая станет. Насколько ты продвинешься, да, что тебя будет включать и двигать вперёд. Я тебе желаю огромного успеха. Верю в тебя, очень люблю и ценю. До встречи. Пока, пока. До встречи. До встречи.